Чем позволяет гликость суставов? Бывают, конечно, очень гибкие руки, поэтому врачники добавляют, усиляют. Это два основных способа. Разгиб и дожим. Сейчас нам нужно на дожим себя размягчить. Для этого ладошку. Положим руки с три стены. Это базовая позиция для того, чтобы вы запомнили, куда потом переходить, с какой позиции на какую. То есть всегда с этой позиции начинаем. Теперь отсюда я поворачиваю левую ручку, беру себя за основание большого пальца. Свой большой палец впекается вот здесь, между средним и безымянным длимом. Важная антропометрия зависит от размера кистей, но желательно где-то вот сюда попадать. И теперь обращаемся, скручиваем вниз, то есть движение небольшое. Окружно сделаем, скручиваем и даем. Помогаем, естественно, сверху. Механика. Преселей, молодежь, Алексей. Если не болят, ручку вверх. У вас есть у старших. Ребята, я вам под этим могу рассказать, не проблема. Хорошо. И точно так же поменяйте ручку. Взяли? Взяли. Взяли. Какая тренировка. Мерой. Хорошо. Отдвигаемся дальше. Трепанулы. Обязательно создавать все время вот такое вот вращение. Да. Угу. Хорошо. Начнем. Вот. Угу. Эта ручка осталась сверху. Задача. Локоть не отводить в сторону, чтобы локоть все время показывал вниз. И прижать немножко руку к корпусу. Следующее очень важное. Не просто вдавливать, а немножечко стягивать вот куда пальцы показывают. Как вроде бы я хочу вот такую небольшую круг описать пальцев плотким. Полукруг. И стягивайте. Опять же будут натягиваться и сухожилия, и кровеносные сосуды крупные перекрываться будут. То есть такое вот болевое воздействие получается. Обязательно сопровождайте выдохом. То есть насаночку держите, не гнитесь, не ломайтесь. Хорошо. И другую ручку по аналогии. Хорошо. Энтон. Натягивается вот здесь в области плечевого сустава. Андель дотянется хорошо. Трицепс работает. И обязательно сопровождаем. Немножко оседаю. То есть я как бы когда делаю выдох, я стараюсь тоже сесть, да, расслабиться, в ножках немножко по отседаю. И хорошенечко вытягиваю. Без рывка, не резко. Учение плечевых суставов происходит. Взгляд на эту ручку, которая поднимается вверх. Очень продолжительное время не рекомендую делать, потому что забивают мышцы. Но обязательно хотя бы 10 раз делать на расслаблении и обязательно с выдохом. Чувствуете плечевом суставе? Ну сустав немножко выходит, да, болоха кости чуть-чуть. Непривычное положение. Мы в последней жизни резко когда так делаем. А здесь когда вот такое движение делаете, это очень полезно для многих вещей, для освобождения от захватов. Даже иногда бывает, когда вот в плотном контакте, когда вот в плотном контакте что-то вот не так идет, даже иногда можно пользоваться напрямую немножко пресс. Я сейчас пробью выдох. То есть даже можно плечиком работать, пробивать в грудную клетку, либо же в лицо. То есть для этого вот эта вот гипроисподвижность нам понадобится. Оно не надо. Хорошо. Ну начательно вылеченную опяточку напрямую. Здесь старайтесь попу посаживаю. То есть не просто сидеть, а ножку под себя толкаря, а попу посаживаю вниз. Для того, чтобы употреблены сразу же не работали, задняя поверхность бегала, и потом он может укрепляться. На другую сторону. Молодец, что-то вы не вспотели даже. Поте исцелить. Хорошо. Все заставили вверх. И коленочку заднее ноги можно попросаживать тоже немножко вниз, для того, чтобы поддольный шпахатик у вас увеличивался. растягивался. Можно поменять ножки. Можно употреблять. Можно употреблять. Перед вами. То есть даже если я захочу, он меня проконтролирует, оттолкнет коленом, руками, или ударом. Поэтому мне, чтобы себя обезопасить, существует два основных способа постановки ножек. Когда я падаю, первое я вот таким вот образом ножки ставлю. Одна нога поднизу, вторая вот таким вот покором. Это удобно очень хорошо для того, чтобы подниматься вперед и не задействовать руки. Это вот еще с прошлого семинара, да вы это не весьма помню? Да, да. И вот ножка вот эта опорная, очень можно на сутки стянуть. То есть вот так не опутайте. Когда вы вот так начнете падать, вы просто травмируете все пальцы, либо олимпосток. Вот таким вот образом. Это очень важный момент. И второй способ. Когда вы вот таким образом ножки раскидываете. Первый способ удобен для того, чтобы подниматься вперед, и для того, чтобы разворачиваться. Это мы вот сейчас проработаем, попробуем. Допустим, я зверхаю вперед, но благодаря вот этой позиции в момент подъема я могу сразу же только вернуться. Вот этот способ. Он чем интересен и хороший? Ну, во-первых, из него очень много удобного будет, полезно всякие вещи делать. Это я потом покажу. Самое ценное это то, что мы сидим не только руками к человеку, но и ногами. В случае, если вы лежите, а человек стоит, это первейшее дело. Это растепенно важно. Что если вы вот так сидите, вы вылезли, руки недостаточно выполняют все необходимые функции. Тут желательно задействовать ноги. Даже не желательно, а обязательно. что он противопоставляет вам руки и ноги, и вы сидите на уровне ног. То есть человеку удобно просто вас обрабатывает колени и ногами. Руки противопоставляют ногам, сами понимаете. Это не комильфон. И второе, я голову убираю как можно дальше от человека, а сюда ставлю ножки для того, чтобы его контролировать. И самое ценное в этой позиции то, что я из нее могу подниматься, разрывая дистанцию. Здесь я сокращаю ее, иду на него. Не всегда это естественно выгодно. В этой позиции я могу достаточно, используя всю лишенную руку, достаточно хорошо разрывать дистанцию. Видно, да? Опять же, тема прошлого семинара, мы поговорим с вами. Поэтому сейчас вы должны как-то. Опять же, вы базовое начало делаете такой же, базовое начало. Раз, два. Правая нога стоит, левая рука. Обязательно делать диагон. И не сидите, ребята, вот так вот не сидите, пожалуйста. Обязательно улыбываем. Чтобы улыбаешься. На каждой тренировке делаешь. И если мы все правильно сделали, легко будет вот такую вот вещь сделать. Приподняться. То есть я упал, ножки развернул, приподнялся. Упал, ножки развернул, приподнялся. То есть вот такая полностью сейчас форма движения. Падение, разворот. Падение, разворот. Падение, разворот. Разворот очень простой, даже особо ничего делать не надо. Немножко тази там повернули. Видите, раз, все готово. Снова ушли. Здесь асимметрично. Видите, вот я фонтальный. И в верхней точечке раз сюда повернул. Все готово уже. Попробуйте. Кто уже опытный, кто уже как бы имеет определенный опыт, да, наработки. Делайте сразу же формулу. Вот такую, с небольшим приподъемом. И с контролем предподнялись контроль. Опять пока, развернуйте. Попробуйте. Попробуйте. А я думал, что в основном. Вот тут. Так, что, наши девушки? Попробуйте. Можно такой, честной. А вот у Вас пошли, а вот потом. Мне просто интересно. Вот тут, да, чуть-чуть бывают, но есть ли взовлетенные отношения, Тебе могут просто на место подниматься. Низкая позиция, только при этом не так. Чтобы было ближе к щеку дальше. Только не так по отношению к человеку. Из нее можно потом укоротить стоечку, из нее можно просто в любую сторону двинуться, разорвать дистанцию. Не наклоняться сильно вперед. Вот этого нужно избирать. По понятной причине. Если вас атакуют, вы голову оставляете как близко к человеку. Вся идея этой защиты в том, что вы голову убираете назад. Не так сидите, а вот так. В случае необходимости вы отсюда можете прикрыться, встретить, ударить. Сделать переворот, например, в эту сторону, если нужно. И вот такое движение назад. Обратите внимание, что ножка идет слегка полукрузовым. Это будет проще вам сделать. Если сидите вот так, назад ноги спать себя очень сложно. Вся идея в том, что вы увидите, у вас пол оборотика будет. Это на боку, это на попе. А это на одном полу попе. На одной стороне. И раз с контролем. Снова на другую сторону. С контроля. Так как, в режиме проходочки. Первая нога сделал разочек. Можно приступать к следующему ряду. Посмотрим. Да, хорошо. Вперед, только воняли. Всё время, всё время, осаночку держите. Вот он упал, смотрите, вояка как бы удачный для меня вариант развития садуи. То есть я отсюда могу ходить с коленочкой, видите, я могу пробовать его просто вот ножками атаковать. Что мне удобно, вот именно эти вещи мне удобно сделать. Я могу пробовать с ним сократить дистанцию, для чего? Для того, чтобы отсюда иметь возможность потом перейти в доминирующую позицию сверху. Для того, чтобы добивать, например, вот это, вы должны понимать, что то, что, допустим, происходит там в ММА, то, что мы видим, да, это реальные жизни. То есть кто сверху сел, тот начинает бить, это удобная позиция. И это как бы аксиома. Так вот, если вы в такой позиции, даже вот в этой фазе на подходе уже вот эта ножка может продемонстрировать. Понимаете? То есть это распорка из двух рук, то есть из двух опор, да. И как бы к человеку подступиться, на самом деле, при таком раскладе сложно. Я начну заходить сюда, человек либо перевороты может делать, да, либо сразу же начинает бить, контролировать меня, атаковать отсюда. Я буду двигаться, заходить сюда. Понимаете? То есть достаточно хорошая, удобная позиция. Но для того, чтобы реализовать эту позицию, нужно минимум понимать вот эти вот хотя бы распорочки, да, для начала. Как занять удобную позицию. Если человек хочет просто разоваривать дистанцию, вот, если можно, видите, как бы какой принцип, то есть человек отбирается и отстакивает за счет опоры на ручку. Вот такая основная идея. Спасибо. Мы атакуем и сгибаем, видите, он не повертается, у него нет возможности это делать. Поэтому кукурок, в первую очередь, это базовый элемент для того, чтобы понять координацию движений, проработать ее, вот, но в чистом виде он не так часто встречается. Суть в следующем. Голова, колени и локти в 90 градусов не работают никогда в колоке. Ваша задача. В обучающем варианте допускается ставить колено, например, либо два колена. Это для того, чтобы, ну, вот, понять принцип переката. Второй важный момент на запомнике, да, три правила. Голова, колени и локти. Второе правило. Уброк, не прыжок. Это разные вещи. Для того, чтобы потерять равнятия вперед, прыгать не нужно. Достаточно просто перенести туда масс. Если вы прыгаете, вы уже создаете изначально неравномерный перенос массы. То есть я покажу вам саму идею. Мне, в этом нет необходимости делать. Это не смысл делать, если нужно через что-то перепрыгнуть, там, ну, то есть, и захвата, вырваться, пушком, идти. Но это все строится уже, причем строится, но устойчивая база. Устойчивая база какая? Расслабить, лягенько перекатились, используя, ну, типа, окружность, да, вот, которая сделана вашим телом. Уровень сложности я вам покажу по уровню сложности. А вы сами для себя определяйте, ну, на что вы готовы, как вам попробуют. Чтобы не скучали те, кто уже делает более сложные формы. Первое, самое, вообще, самое простое. Колени стоят, ручка, ручка. Или это, или это. Вот я перекатился, мягенько спокойно. Вторая форма, по сложности, чуть выше поднялся, уже стою на корточках. Не ставя колено, делаю то же самое. Следующая форма, делаю все то же самое с одного колена. Если иду на правое плечо, значит, правая нога впереди. Ну, я немножко повышаю, 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 повышаю центр тяжести. Так, так. Следующая форма, ну, можно, допустим, вот эту высоту избрать, если центр тяжести низкая. Ну, и дальше, вот эту стающе. Последняя форма, это уже спешком, когда вы через что-то перепрыгали, прилетали. Самое важное, позицию вверх. Первая внутри, вторая снаружи. Это практичнее, а это позволяет, например, уходить из бареоконоле. Когда вам прижимают, например, а вы подсобрались и этим вот готовитесь. Первая, вторая шага, когда вам нужно с какой-то высоты упасть. То есть, вот так ручку уже ставить неразумно просто, потому что вот вы увидите, что он там включится. Здесь вот ручки колеса, видите, дело. И мягенько, нормально принимать. Соответственно, вы в зависимости от уровня своей подготовки оценивали сами, хорошо? Вот в детворах не прыгает, я знаю, вы сразу любите... Победите. Хорошо, попробуйте все из позиций стоя. Вот, все из позиций стоя попробую. Кому сложно можно делать только без паузы, понижение центра тяжести. То есть вот я стою в полной рост, когда мне нужно сделать перекатик, я немножечко на опорочке подседаю. Ножку заднюю можно под огню, а ты отсюда вышел. Харенько попробую перекатиться. Боком не падаем, ребятки, боком не падаем. Давай-давай-давай. Замечательно! Горсай в трампочку. Нет, надо один кувырот, только с палочком. Пошли, толчащий парень припозала. Отлично! Хорошо! Билее! И пошли, 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 пошли! Беремся хорошо, дальше возможно две секунды. Человек стоит перед вами, я стою спиной в ту сторону, куда я его буду бросать. То есть он сейчас как двигался лицом в ту сторону, он так и выдвинулся. Моя задача, я передней ручкой захватываю шею вот таким крючочком, задней ручкой вот таким образом подхватываю локоть, вхожу. Обычно это заходится через колени. То есть вы делаете размножечку, например, и чню. И отсюда... Ну, дальше уже, допустим, может быть, выполненный бросок. Чтобы... Почему я с этого начал? Чтобы мы, бросая уже друг друга, как бы не травмировали, да, вы уже чувствовали более-менее. Что нужно делать? Почему еще на одну руку? Вторая рука у нее, видите, раз занята. Кто не может ее поставить для опоры, она даже на момент занята. Поэтому можете схематично зайти, самое главное, либо так, либо так. Видите, то есть ближняя рука к человеку берет шею вот таким вот образом. Далее ручка подхватывает под локтевой сгиб, только не под плечо вот здесь, да, не в середину кочевой костей, а вот сюда, под локтой кучей. Второй важный момент. Можно помочь немножко себе с этому человека, и бросать его не туда прямо, а туда, куда ему по его движению логично идти. Есть вариант сбива просто, это вот, когда человек уже центр понизил, и мы уже начали бороться, он там многие отбросил, я его уже тогда бросаю вот туда, просто вот так. У нас сейчас это не очень интересует, нам будет динамично поработать и расслабленно, и в ту же, в ту же как бы тему, которую мы с вами делали. Можно немножко присесть, втягивая на себя. Хорошо? Давай им куркаться ровно. Смелее, смелее, там входим. Саш, ты их крутишь. Саш, ты их крутишь. Здорово, малоченько, тогда по ниже приседай, чтобы степень не видишь. Камшат. И не перелетай через руку. Прямо катись, катись, катись. Ты даже сразу понял, что что-то сделал по боку. А туда по боку на ручке, старайтесь катиться, чтобы на нее риск тоже перелет. Не перепрыгивайте через опорную руку. По ней нужно прокатываться. Больше не было взвода. Но здесь нужно подсесть. Ух, как говорится. Да, ну, угост. А-а-а-а-а, как там... Да. Ну, а Саша выключите обмена? Ну, потому что вы напряженные, и квадратненькие, а ребята по опытнее взглят. Партнер сейчас не должен выживать, он должен немножко научиться вначале, а потом уже вылезть. И вот бросок, то есть, видите, он лишь когда падает, давай вот этот проект покажем. Вот он когда падает, видите, как он ножку ставит, раз, отбилочку, два. Если этого не делать, возможны варианты, расслабься, я вам покажу, просто расслабься. Возможны варианты, вот так падением тазом и спиной, поясницей вниз, это одно из самых опасных при таком падении. И перелом таза может быть трещина. Ну, короче, страшилки не буду рассказывать, но это очень травматично и больно, я думаю, вы понимаете. Второе. Вот эта болячка, беда, особенно вот те, кто и айкидо занимаются, вот такой перекрестновкой. Во-первых, сумасшедшая скрутка в поясничном отделе. Вы, может, здесь не интересовали, знаете, вот скручивания, да, там делаются в терапрактике, там, когда мануальный трек как-то работают. Они вот такой плоскости скручивают вас, чтобы поясничный отдел там, да, вам подровнять, вытянуть. А получается, что вы вот в этом скрученном положении каждый раз падаете. Межпозвоночные диски там кричат просто, когда вы вот так падаете в скрутке, ни в коем случае так не падаете. Я просто сейчас умный, а там 15 лет назад, когда я не знал, я себе напрыгал на протрузию позвоночного с полбыши. Поэтому это очень опасно. Второе. Вот это, самое распространенное. Коленом об колено. Косточкой об косточкой. Или одно, или другое, или вместе. Ну и для мужчин, опять же, защемить гениталий мало приятно, поверьте. Когда все весы мы с разбивающей, с высоты. Поэтому вот это реально спасает очень крепко. Вот это позиция. Или вторая позиция, это позиция моста. То есть либо так, либо так. Здесь мы на лопаточках лежим и на пальчиках, ни в коем случае не на пятках. Поэтому вот позиция, которую мы вам дам, а я вам показывал, мы с вами отрабатываем. Вот она больше всего, чаще всего будет встречаться, когда, если вы правильно технично падаете, через бедро, когда бросают, через плечо, ну и подобные-подобные броски. Все вот амплитудные, высокие, когда мы падаем. Если есть возможность, допустим, ну, можно пробовать уходить акробатическими какими-то элементами, типа там колеса, там и прочее. Вот, но это если вам человек дает послабление, если он вас не контролирует. Если он вас правильно держит, правильно захватил, там уйти не удаются. Лазейк там, как бы, для акробатического ухода нет. Потому что там мне было плохо, я не мог двиняться. Я ушел вниз, у меня здесь степени подвижности сразу возросли. То есть я отсюда могу попробовать исконтрить, там, уйти, например, на какой-то болевой или на удушающий. И что мы сейчас с вами попробуем? Мы попробуем в парах, ну, тоже разойдемся по местам, и попробуем в парах уходить от болевого воздействия тем, что мы будем пользоваться двумя способами подъеба ножки. Первый способ. Тот, который мы с вами пробовали. Вот такой. И позиция уже знакомая, да? И второй способ. Это подгиб ножки вот такой. Тоже позицию я вам показывал. То есть либо так, либо так. Основное. Почувствовали замок. И вот именно с этой фазой вы не просто решили и упали, а вы по мере того, как партнер вас давит, вы вместе с ним садимся. Вы равномерно уходите от боли. Вот он давит, а вы с тебя боли садитесь. Но когда вы ложитесь, самая последняя фаза, это самая ответственная фаза. То есть отсюда, видите, я могу уже контрить, контратаковать. Могу попробовать просто отсюда ручку выдернуть. Опять же, креветочка. Могу попробовать отсюда сделать болевой. Или же просто выдернуть ручку и забрать. То есть, чтобы вы понимали, страховка это не всегда способ упасть, как бы избежав травм. Это еще и способ ухода. Возможно, на болевых воздействиях. И сразу же, базовая форма. Упал, а это ножка. Нет, я не знаю. Можно обрелать, захват зашелить. Можно захват зашелить. Можно подкрутить. Вот, 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 вот. Происходит следующим образом. Либо это происходит следующим образом. То есть, никто никого не размазывает по полдня, там, вода талии. Удалось кисть захватить. Да? Вот, вот, таз, винтил, сломал запястье, еще в стойке. Человек просто не успевает все тело за это время развернуть или присесть. И, ну, как бы, вся идея Эйки-Дзюцу как такового, как искусство. То есть, видите, я, типа, плавненько подвожу петель, не гружу вас сразу, там, вот этим. А чтобы вы, ну, более живую, да, такую тень, чтобы вы поняли принципы, а эти принципы будут писать. То есть, техника Эйки-Дзюцу подразумевает, что? Нет необходимости мне тащить человека, фактически. То есть, если разница в массе, мне иногда бывает гораздо логичней, да, сработать с суставом каким-то. Гораздо логичней, просто делая смену и воздействовать через суставы на все анатомию человека. Просто добиться этих условий, это самое сложное. В условиях реалий современной, когда, допустим, тоже вот, если смотришь в облако-эйки-Дзюцу, в общем, возникают вопросы, что это за атаки такие? Или такие? То есть, в условиях современной повседневности они, в смысле, как вы, в принципе, лишены. Если бьют, то бьют. Да, бьют. Ну, коротко, неампитудно, нет, без замаха. Ну, логика какая? К каждому времени есть варианты, которая зависит от повседневной необходимости. Я очень сильно сомневаюсь, что люди, у которых там на протяжении многих веков между супными войнами, выбились. И основное сословие в стране было воинское, самурай. Я очень сильно сомневаюсь, что они не знали, что они бьют. Потому что это вещи, которые они реально спасали в жизни. Поэтому, ну, я не берусь критиковать, ни в коем случае. Но идея такая, если вы принцип понимаете основной, двигательную базу, вам не будет большой сложности ее немножко адаптировать к какие-то видоизмененные условия со стороны атакующих. Понимаете, да, в чем вы видите? То есть, если наносится, допустим, малоамплитудный тычок, то мне нужно понимать, что это скоростная работа. И мне крайне сложно попробовать ее на лету, эту руку схватить. Ни в коем случае это в голове не держите. Потому что, во-первых, это изначально ущербный подход к поединку. Получается, что вы в роли как бы ожидающего, и вы пытаетесь угадать, что сделает человек. Это нереально. Это вас наоборот загоняет в рамки, при которых вы попадаете, сами себя угоняете изначально в очень плохие условия. Это точнее тактики, это вообще, как бы, рука с полнейшей. То есть, основное что? Это контроль дистранции, как и везде. Если вам, вы переходите в фазу ближнего боя, у вас есть небольшие бонусы в виде того, что вы знаете, да, воздействие на суставы, вы знаете анатомию и понимаете, что если человек вас захватил вот таким медвежим захватом, и вот так от себя не отдавить, то можно достаточно эффективно работать в уязвимой части тела. Понимаете? То есть, вот в этом бонус, в этом, как бы, фишечка такая, да, небольшая. Но тоже выстроить все боевое искусство только на том, что мы знаем три места, куда давить, это тоже неправильно. Поэтому двигательная база, она абсолютно идентичная. Техника поворота, да, техника ударная. Все точно так же работает. Но мы, в отличие, допустим, от тех же ударных стилей бокса, кипоксина, тайского бокса, ни в коем случае, опять же, не перетепуя, если, допустим, боксом мы ограничены ударными поверхностями, да, вот этим, то, опять же, в Айки Дзюдзу используется и Чуто, используется, или Суи, используется вот такая часть. То есть, достаточно, а при пресс, достаточно сильный получается удар, расслабленный рукой, опять же, наносится в пах, или Суи, где это солнечное сплетение. Если у меня нет возможности сделать вот так, снова напротив пресса, сейчас создали пресс, но бьется от Суи, это солнечное сплетение, то если я на ближней дистанции, то я могу ладошкой пробить просто малоамплитудный удар, но за счет того, что рука расслаблена, и отсюда уже проще, что уже руку будет ломать. Понимаете, да? То есть, биомеханика, она сильно не отличается. Единственное, что, поскольку японцы, ну, вы сами практикуете, допустим, японские искусства, вы понимаете, у них достаточно консервативный склад ума, у них достаточно много внимания уделяется традиции, передача этой традиции, но у них метода подразумевает, ты молча делай, придет время, ты поймешь. Ну, я так очень грубо, но идея примерно такая. А европейская манера преподавания, она не то, что нам лучше, она просто другая. И получается зачастую очень большая пропасть между пониманием того, что я вот это вот буду делать, там никто так бить не будет. Может и не будет, а может и будет. Может быть предмет какой-то в руке будет. Ну, палкой. Ножом так не бьют, палкой. Палкой, пилкой, все что угодно. Ну, опять же, меч в поседневности мы не носим, а вот подручный предмет вполне может быть, почему нет? Секущие вот такие вот удары вполне могут быть. Нож, пожалуйста, вот траектории наживыми все, да? Поэтому это вполне реально. Взять самурайское искусство, предназначенное для борьбы в доспехах, и перенести его на поседневную современную жизнь с возможностью более подвижным быть, это, конечно, будет очень сложно. Поэтому любое боевое искусство, оно развивается, оно как бы двигается вперед. Современные направления эти дзюцу, они представляют собой уже практически ММА. Те, которые старые, остались традиционные, это как культурное наследие, я помню. Они как делали, они победили. И я считаю, в этом плохого ничего нет. Просто если вы занимаетесь для души, пожалуйста, вообще никаких проблем. Когда люди занимаются эти дзюцы старыми стилями, кричат, что мы там, это вершина боевых искусств, но это странно и смешно, ну просто потому, что люди даже спаррингом нет, они даже не знают возможности на свете. Всем на тренировке, когда игришь, не вырвешь, и глаза не выдавишь. А бывает это стандартная проблема, у вас это все знают, миллион раз, когда вы это слышите. Вот. Поэтому, возвращаясь к теме, вот когда идет кистевое воздействие, сейчас попробуем поделать такую вещь. Вот идет воздействие кистевое, оно в двух направлениях. Вращение вот так, давление вот так. Вот я сейчас указываю направление, куда нужно бросать, вот это в душе. Видите, подрубывает такое небольшое движение. То есть это слово о том, что вот так не делать, вот так тем более не делать, это вот распространенная штука. Штука такая, вот здесь сделать углы по 90 градусам, перегрузить ему опору, и постараться быть недосягаемым в стенах вот этой вот, ну вот этой всей стороны. Поэтому обычно форма какая? Я смещаюсь и по прямой вниз бросаю. Движение по квадратному практически происходит. То есть и чнись. Вот форма. При правильном броске он вот где, видите, ноги черные. Если бы фрутили, сбросали неправильно, это разница большая. Если бы бросали правильно, человек вот так лежит. Отсюда контролировать его ноги, блокировать проще. Отсюда вплоть до того, что из этой позиции даже можно сразу же ставить ножку и садиться в позицию полностью сверху. Из этой позиции, опять же, сразу же можно достаточно несложно переходить на всевозможные интересные лычки. Поэтому сейчас попробуйте такую вещь. Когда я смещаюсь, мой партнер начинает расслабляться. То есть у нас первая реакция какая на болевое воздействие? Это напрягция и противодействие. А вы попробуйте ручку расслабить, сделайте такую, как желешечку. Потому что она не сделает. Смелее жми. Возьми, возьми, кисто. Можно? Возьми, возьми, кисто. Нормально, вот это. То есть две руки и сильная позиция против моей, но и слабая позиция. Рука сбоку, она слабее. А у нее обе руки перед центром. И противодействие, это сложно. Еще раз. А попробовать сконтрить вращением, это интересно. Медленно и очень спокойно попробуйте. Когда идет воздействие на кисть, моя задача, я понимаю, что будет сейчас происходить, я сразу поддаю таз вниз, подсаживаюсь немножко и расслабляю. С напряженных ног вас выдернут, как дерево с корня. То есть вот так и полетите. Или не полетите, а вы грузите руки. Поэтому сразу же осаживаемся и поворачиваемся. Как если бы вы хотели. Любой вариант. Зависит от дистанции. Если дистанция близкая, это может быть ладонь. Если дистанция дальняя, это может быть ладонь, ухо. Ваш выбор, рыба. Единственное, не бить партнера, естественно. Хорошо. Расслабился. И работа таза на расслабление. Задняя ножка, видите, да, какое движение? Фонбородочек прихватили и обратно раскрутились. Моя работа выглядит следующим образом. Без тебя. Вот. Плажут. 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 Обратное движение. Хватать обязательно за подбородочек хорошо. Движение головы идет до определенной степени. Вот я заплатил. Не просто вбок, а вбок и назад. В открытой правильце человек начинает уже ломать ось в плечах и начнет. Если будете крутить в сторону, он начнет вращаться вместе с вами. И точно так же может меня по инерции закомнить. Ваша задача обязательно сломать ось. Локоть упираем в лазоночник. Нет, стоит бросать проще. Попробуйте. Оп. Разрушить. Здесь надо зажечь шею. Если это тут все распадить. И закинуть. Срегрузить степень. Это зависит от того, но дистанции изначально между вами. Иногда нужно это стать. Дорога погрелов, причем важно. Наконечник на стреле разный. Главное понять, что такое. Тут самое важное, это не концов. Наконечник на стреле разный. Главное понять, что такое стрела и с чего она состоит. И какой принцип вы действуете. То есть может и такой наконечник быть, и такой, и такой. А знание какая? Вы напряглись, сопротивляться сложнее. Все, что я пытаюсь донести, это то, что зачастую расслабление открывает гораздо большие возможности. И в случае того же банального освобождения от захвата, когда я напрягаюсь, видите, он манипулирует через вот это все напряжение моим телом. А если вы расслаблены, освободиться гораздо проще. Ну, просто намного проще. То есть еще значит, плечи напряг, спину напряг. Начинаю бороться, давить, центр тяжести всплывают вверх. Понимаете? Не, друзья сам себя решили навесить. А тут вы расслабляетесь, ножки подгибаете, центр тяжести не упадет вниз. То есть вы создаете условия, при которых вы как бы субъективно для него тяжелеете, понижаете центр тяжести. И получается, что освобождаться намного становится проще. Да, точно так же и здесь. Тут быстрее ваша рука треснет, понимаете? Нельзя на месте быть. Нужно постараться расслабиться и изломать немножко таз даже, если надо. А не удалось захватить шею, вот он нырнул. Да? То всегда есть возможность поменять, как бы, наконечку. Перешли на другой прием, ну так пошло. Вы же не можете предугадать все, что будет делать человек. И вообще, боевые искусства, которые основаны только на форумах, они как бы перестают быть живыми. Смотря на то, что человек не всегда двигается по расписанию. Поэтому, проблемка как бы первостепенная в чем? Не пытайтесь запоминать так. Так, сюда давят. Я подошел, взял. То есть, скорее, важнее вот что. То есть, вы как бы по ходу движения втянули его, вместе с ним пошли. А варианты, ну, контртехники, они могут быть абсолютно разные. Вот для того, что я даже отсюда, да? Точно такой же прием могут перейти и так в парке. Или же, вот мы с вами делаем, да, всегда. Безусловно, в картер лишний раз на вниз уходить, конечно, нежелательно. Но если вы уже попались на замок, то лучше идти и занять на выдохную позицию, чем стоять, корячиться и иметь риск поломать, что лампа ломает сустав. Запястье, которое сломано, оно не просто болит, вы перестаете работать полностью функционально на сто процентов. Иногда проще удар пропустить, чем, ну, получить вещи такого рода. Поэтому, ну, вы уже выбираетесь на чашку весной, что лучше идти в партер или там попробовать, либо остаться в стойке у нас слабой на руке. Поэтому, есть варианты пики, опять же, вы отсюда переходите, да, и уже можно работать, в этом положении уже можно работать с ножкой, то есть выходить на болевую руку. Тут, главное, сам принцип, постараться расслабиться и влиться в движение моему партнеру. Пример избрали мы вот такой, да, кисти выброса. Пример может быть фактически, ну, абсолютно любой. Может быть попытка захвата, может быть захват. Ну, давайте сейчас рассмотрим захват. Кисть-кисть. Кисть хватает чаще, когда у нее какой-то предмет есть, оружие, да, потенциально, которое может угрожать человеку. Ну, для обучающей модели полезно. Иногда кисть хватает, когда вы находитесь оба в низкой стойке и больше, ну, склонны именно к, ну, к захватам и борцовским действиям. То есть, не просто для рук за руку, чтобы подержаться, а для того, чтобы, ну, развить каких-то успехов. То есть, я взял, отсюда вариант уже какие-то есть. Перехватил, ручку сломал, либо перебросил через плечо, да, со сломаном. Ну, не просто. Один стоит за Нрай, а второй стоит. Еще такая тенденция такая. Почему, допустим, когда вы смотрите самурайские направления, а вы активизуетесь, да, и кидутся, всегда у них осанка вот такая. Абсолютно верно. Проблема в том, что вот так извлекать мяч, в общем, проблематично. Мы всегда рассматриваем самурайские виды оружия такого плана. А с методической точки зрения мяч хорошо. Почему? Потому что изначально, когда моя попытка извлечь мяч пресекалась, уже на основании этого уже отрабатывала система противодействия. Соответственно, если я сделал сейчас сброс, захват, да, вот я хотел мяч извлечь, а он мне не дает. То есть, я... То есть, я делаю рычаг более у меня на ручку. У меня вот рычаг, то есть, я пользуюсь вот этим предметом. В современном мире у меня его нет. Соответственно, мне нужно что-то адаптировать. Поэтому адаптируют как? Либо нож подразумевают, смотрите, то есть, я из захвата режу сразу ножом. Да, то есть, сложно выдержать. Если я начну бороться, то, видите, сложно, я даже рискую своим же ножом всегда поранить. А если я делаю движение, так как если бы я резал, то держать сложно. И вот точно так же работают и захваты. То есть, по любому воздействию я не за счет того, что я, типа ангрейзинг делаю, а я представляю себе, что у меня вот двигается опять же все тело. И отсюда можно, допустим, по инерции, видите, набросать. Поэтому современные тенденции подразумевают необходимость немножко понижения центра тяжести. Меча нет, а потенциальные риски того, что человек не влетит в ноги, когда я вот так встаю, они есть. Если в самурайские времена это считалось, как бы, ну, не по-рыцарски, ну, и вообще к этому старались не сводить, у меня вот таким ножом. Зачем мне вот туда вот куда-то лезть? Наоборот, соревновались, я и дзюцу, бату дзюцу, кто быстрее достал, кто быстрее зарубил. Поэтому я вот о том, чтобы думать куда-то о входе, я думаю тысячи раз. Вообще рукопашный бой, это как шутят, да, чтобы до него дойти надо все потерять. И найти такого же, как ты, который тоже все потерял. Точно так же и так. Человек обвешивает оружие. Лук, копье, меч, короткий меч, нож, метательное оружие еще у кого, еще у кого-то потовые ножички, да. Т.е. танк просто, ну, человек иду с железяками извинил. И, соответственно, все доводит до состояния... Это уже, как бы, говорит о том, что что-то идет не так. Современная тенденция подразумевает, что рукопашный бой становится более актуальным. Безусловно, если у него есть, ну, оружие, это очень сильно все меняет. Но если рукопашный флагинок, то логично для меня, ну, предусмотреть риски какие. Он может либо бить, либо бороться. Все, вот два варианта. Бить может либо с ближней дистанцией руками, либо с чуть большей дистанцией ногами. Все, вот у меня комплекс как бы риска. Поэтому лучше всего не так сразу становиться. Потому что так работать радиоудавной техникой может быть сложнее. Но и сразу не становиться в высокую стойку. Потому что борец в ноги влетит, и все будет. Поэтому всегда избирают что-то средненькое. Чтоб я все предусмотрел. Центр тяжести немножко понизил, ножки подпружинил. Вот такие сейчас тенденции как бы современного двигателя. Опять же повторю, что такая как бы система, это больше как бы дольное наследие. Поэтому, возвращаясь к тому, что сейчас будем делать. Задачка. Поднимаем. Захват за запястье осуществить. Варианты такие. Обычно хватают не дальней ручкой, а хватают всегда ближе. Ну, логично. То есть задней рукой немножко неудобно, приходится тянуться. Ближней ручкой хватаем за запястье. Если партнер в этой стоечке, то я хватаю там. Если в этой, то я хватаю там. Захват сверху сейчас. Видно? Не снизу, а вот сверху. Почему сверху? То есть у человека вот ручки расположены. Вот я ручку захвату. Видно? Почему так? То есть отсюда я могу сразу его открыть, чтобы пробить. Открыть-пробить, выйти на болевой набросок. Открыть-пробить, выйти на этот болевой набросок. Ну, то есть выгодно. Достаточно выгодно. Или сразу же сделать слом локтя или болевого контроля локтя. Вот ваша задачка. Осуществить захват запястья. Берите руку за переднюю. Моя задачка, это ему опять же расслабиться. Развернуть таз. И пропустить его вот это вот направление. Видно? То есть его структура. Она сейчас направлена на меня. А мне нужно за счёт расслабления немножечко её перенаправить. Пропустить. Это одно из основных основополагающих принципов перенаправления. Видите? Ну, так легко лица не будет, конечно. Это всё как бы такой просто как пример. Но основная идея как? Не вы бегаете вокруг человека. А вы разворотом таза подлавливаете его на движение. Подразвиваются все за что? Я вот эту сторону разворачиваю вперёд, чтобы его атаковать. За счёт этого эта сторона уходит назад. То, что мне нужно. Видно, да? Варианты опять же различные бывают. Это может быть и тычковое, это может быть и такое движение. Это может быть и... Это может быть и сразу же сломать. Но везде у нас тут та же тенденция. Я не стою, не беру и не долблю. Разворот. Вот это самое важное. То есть отсюда можно и потерять два месяца, чем потерять два. Хорошо? Расслабили поворот. Контроль. Можно локоточком, можно перехватить ручку. И локоточком. Вот так. Она начинала оборачиваться. Т.е. базовое держание. Отсюда обычно что делается? Перехват. А эта рука, она не давит, а она... Это то, что именно характерно для... А именно... Режи. Режи. Просто видень. Основные деньги как. Первое! Вдвигать, противодействие, и наше первое желание, естественно, это все в процессе тренировки нарабатывается. Как, может быть, помните свои первые тренировки по ударной технике? Вам в голову кидают, и... Ну, это нормальная реакция у человека, защитная. Потому что даже если человек схватил, у вас первая защитная реакция. Это напряжься и включить механизмы противодействия. Это та сложность, с которой мы сталкиваемся, когда начинаем изучать вот эти вещи. Во-первых, в чем большой недостаток формальной работы? Вы становитесь, и я могу показать формулу для первой тренировки из 5-6 движений. И вот ты приходишь, и у тебя мозг сломан уже с первого занятия. А основная проблема в чем? В том, что я всю тренировку просто запоминаю, что мне зачем делать, вместо того, чтобы понять основные базовые прессы. Поэтому мой подход, лично мой, я ни в коем случае не тетендую на первоисточники, на правильность. Я стараюсь на простых движениях объяснить принцип. Вы на простых движениях, когда его понимаете, вы начинаете пользоваться. Вы не копируете просто набор движений, а вы им пользуетесь. Поэтому сейчас вам большая просьба, я пытаюсь как бы донести какую-нибудь... Старайтесь не чудо с человеком сделать, а старайтесь с собой сделать. Вот в этом и особенность вот таких вот мягких стилей, мягких школ, как дзюдзюцу, айкидзюцу, айкидо. То есть, когда на вас идет воздействие с ним, мне нужно активизировать именно себя, дыхание себе постыдить, как я делаю. То есть, я когда принимаю его, нельзя запирать дыхание. Вот это распространенная ошибка. То есть, вы взяли, первое, когда берут, это что нужно? Нужно вдохнуть, приняв. А теперь второе действие, выдох, воздействие. Вот большое внимание сейчас прошу, уделите тому, это важно. Вы за одну тренировку, понятно, не научитесь. Просто, чтобы у вас не было вот этого эффекта, вас хватили, а вы раз и закоминели. Гораздо интереснее и правилее быть мягким, гибким, подвижным. То есть, вот это основная идея. Стиль айкидзюцу, это стиль черного полка. Это такое вот маленькое, которое паукинки накидывает, и кушает это такое большое. И, соответственно, все синтетические стили, которые пошли из-за джиу-джитсу и из айкидзюцу, там, современное, там, российское джиу-джитсу и там подобные виды, где есть борьба, где есть болевые воздействия, как бы, ну, корни туда считаются, уходят, оттуда там еще, там, в Индию, ну, правда, в разные версии. Но смысл в чем? Слабый побеждает сильного, слабый не имеет возможности побеждать сильного, если он в момент, как бы, попадания в трудную ситуацию, он еще и ухудшает сам для себя. Наоборот, я могу попробовать, что сделать? Вот меня в зале, я расслабился, отсюда могу просто двумя пальцами снять подзахват и выкинуть его руку. Рано 300 лет назад. Но если я попрят, я даже могу не дотянуться, понимаете, да? Расслабляемся. Расслабляемся. Сейчас, делайте проще. Разворотик такой же, только сделайте смахивающий движение. Просто снимите захват. Просто снимите. Можно хлестко резко, можно попробовать плавненько даже сделать перехват. Если вы на сбитку настроились, надо делать очень хлестко. Такое ощущение, что единственное, что не берите, я понимаю, что для вас, допустим, привычна такая работа. Попробуйте вот основание ладошки, просто попрямо ослабить. Ладонь, в данном случае, немножко эффективнее. Почему? Потому что после этого можно ее использовать для дальнейшей работы, для перехвата. Либо же для такого даже перехвата ослабления. Хорошо? Съем. Видите, хлестко. Ладошка вверх. И сбили. Основная работа не... Держи. Я сейчас сбил, видите, четыре пальца зеленый крючком цепляются. И вы так не собьете. Вот при такой конструкции поворачивания, уже удар пойдет на разные пальцы. То есть все просто. Чтобы по времени не было разрыва, потому что человек почувствует и начнется аромбрасить. Не сюда, не спешить противоположной рукой. Оно с опытом приходит, то есть, получается такая штучка. То есть вы работаете, допустим, кто-то схватился, и разбили. Оно как бы автоматически уже вылетает. Там Элья ручка захватил, раз сорвал. И она уже не требует какое-то долгое вспоминание чего-то. Самое главное, хорошая устойчивая позиция, чтобы когда человек захватил, он не мог вас сразу же вытернуть. Дверг. Вот это фундаментальная вещь. Если стоите хорошо, центр тяжести низкой, ножки подсолнутые. Да, сбить плеской не сложно. То есть, сразу же контрить, даже просто ротель не может быть. Ну и так далее, как приемов в миллиарда. Еще раз. Ротов. Спасибо. Спасибо. Я точно так же все делаю, точно так же сбиваю. И когда вы сбиваете, попробуйте сейчас ручкой сделать перехват. Эта ручка по инерции подхватывает пальчики. И я делаю обратное движение. То есть, если, допустим, рассмотреть, я сбил биоинфанику ударной, это все равно, что я бы делал боковый удар, а потом бы делал удар снизу. И чш. Ни. И снова боковой. И вращаю нилу. Спиралечка. Распространенные ошибки ведь есть. Знаю, как делается прием, знаю набор движений, начинаю перед носом уситокового ряда. Очень важно, что делать. Вот я сейчас кругом сделал. Да? Еще раз. Но это одни руки. Это не годится. В бою это не работает абсолютно. Это невариативно. То есть, если вы здесь полезли, и что-то пошло не так, то вы заложник той ситуации, в которой вы оказались. Если вы работаете так, и что-то пошло не так, вы отсюда всегда можете сдвинуться, атаковать любой ножкой, ручкой. Вы не связаны с ситуацией. Раз что-то пошло не так, он ручку выдернул, например. Вы ему догоночку туда кинули ногу. То есть, проблем нет. Когда вы заняты вот этим вот ковырянием руками, я всегда рекомендую не приучаться к этому. Потому что это вот секунда есть, а секунды его уже нет. И полностью всю строить боевую систему, на том, что один держит, а второй начинает вот мытарить куда-то. Ага, ты туда не пошел. Я говорю, я сюда. Ага, сюда, я сюда. Это вот захвата так. Доля секунды есть, доля секунды нет. Как вот так. Поэтому, когда произошел захват, моя задача какая? Сменить позицию, занять, видите, какой угол по отношению к нему. То есть, не стоять тут, а вот я немножечко вышагиваю с поворотом. Сбил. Эта ручка здесь осталась, то есть, она заряжена. И ее снизу подхватываю пальчик. Смотрите, как подхватываю. Ребро ладонью, видите, вот. Даже если пальцы согнулись, вот так. Меня интересует даже не сколько его пальцев, сколько вот эта вот вся поверхность. Этой перехватил. И вот в эту позицию вывел. Здесь очень осторожно. Кости, вот при таком воздействии, идет смещение локтевой кости относительно ночевых. То есть, вот так кости скручиваются. Понимаете, да? Вот так. Очень травматично. Кость может вдоль кости пойти даже трещина. Или вот, в случае запястного сустава, много мелких пястных косточек, они улопаются, трескаются. Сухожилия мозга. Очень осторожно. Очень. Особенно, в любом случае, в любом случае, я знаю, вы любители, медленно-плавно. Сняли пальчики обратным движением перед собой. Видите, все время ручки передо мной. Перехватил, а эта ручка может спуститься сюда. Это аналог схвата мяча. Раз. Раз. И теперь отсюда, моя задача следующая. Если я начну просто человека вращать по кругу, он когда-то переместится, и я потеряю над ним контроль. То есть, натяжка потеряется. Варианты, опять же, битки. Либо же в этой фазе вы ломаете, либо же в этой фазе вы стараетесь повысить человеку центр тяжести, подняв его на цыпочке. То есть, лишая его равновесия, лишая его контроля на сосное тело. Опять же, это временно, то есть, дальше надо что-то предпринимать. Либо его ронять, либо переходить на бросок какой-то, либо же переходить на удержание скануэгера. То есть, подняли на цыпочке, а теперь отсюда перехватили на пальцы и ведем куда надо. То есть, чтобы вы просто не увлекались вот этим. Это патровая ситуация для вас и для противника. Он когда-то все равно вывернется и уже будет гораздо более замучен. И второй вариант развития событий. Когда вы взяли, вот здесь очень осторожно, ручку выводим в плоскость, параллельную полу и просто вертикально садимся. Но здесь очень осторожно. Потому что, если человек на ногах не успевает садиться, рука в этой плоскости уже начинает трещать. Вся форма. Перехват, перехват, изнутри, видите, ручка заходит. Здесь это можно помочь. Можно вот так помочь. То есть, видите, вот. Если есть возможность пальцы брать, лучше брать, поскольку вот так захват надежный получается. Если человек кулак сжимает, такое бывает часто, вот, дожали. Отсюда еще, ну, есть способы разжать, но опять же, на это драгоценные секунды могут уйти. Главное, вот. Это важнее, чем разожжать. Вот это лучше не делать. Руки скользкие. Это все бывает очень против нас работают. И вот таким вот образом. Да, чуть подомкратили партнеров. Кто поопытнее, может немножко приподнять, а потом логоточек развернуть. Только очень медленно. Вот. Самое распространенное, если я плохо контролирую человека, для него перенести массу на заднюю ножку, йоков, герей отсюда нанести, самое логичное и удобное, вообще, в принципе, из этого положения. То есть, во-первых, это можно сконтрить таким именно образом, тогда, когда я там зазевался, еще не контролирую. Как раз вот, видите, идеально. Это как раз из разряда расслабились, и... напряженным не получится. И если я просто толкаю вперед, то, естественно, для человека это самое выгодное и логичное. Или у широкого герей делать, или у широкого герей. Ну, уже там как получится. Поэтому я всегда контролирую, смотрите, я не просто вверх поднимаю, а я все время вот эту вот плоскость диагональю контролирую. Попробуйте. Я снимаю с опоры, как бы стараюсь все время вот сюда. И получается, если вы просто щека подняли, даже есть такой способ контратаки, А, Илюш, иди ко мне, ты падаешь хорошо. Не ловишься. Санки, смотри. Забыл, я как-нибудь? Вот это почему? Стоит. Да, второй зато. Ох. Есть тут такой способ контратаки, то есть я, ай-яй-яй-яй, для меня логично начать забегать туда-туда-назад. Или второй способ, это вот, рвать от него дистанцию, заряжать. А есть способ, при котором я, ай-яй-яй-яй-яй, а потом просто, ну, выхожу, захожу за ним, вот, например, выхожу там на те же ножницы. Кстати, тоже не новым будет, я думаю, этот способ. Опять же, там, способ ножниц миллион. И вот, чтобы вот эти все плоскости и траектории контролировать, очень важно все время иметь тенденцию к тому, что вы в диагональчике контролируете. Видите? Немножко вниз. Если просто вертикали по кругу, это плохая для вас ситуация. Вы как бы его разгоняете, и постепенно с каждым вот этим вот градусом вы начинаете терять над ним контроль. А желательно вот все время его иметь возможность самому бить. Это важно. Либо подворачиваться, падая на правильную сторону, ну, либо уметь падать на ту сторону, куда он падает. Очень говоря. Можно падать, например, лицом вперед идти, но пояс на бок. Понимаете? Не обязательно при движении вперед кувыркаться вперед. Точно так же назад. То есть, иду назад, а падаю, разворот. Вот эта вот техника свободного падения, это представляет основную ценность. Не умение там делать раз-два, а именно как разное дело. Ну, это везде. Поэтому, перекатываемся, например, мягень. Раз. Теперь можем легко сюда. Теперь можем легко сюда. Отсюда можем легко поменять сторону. Отсюда можем легко перекатиться так. Отсюда можем сюда, потом сюда. То есть, иду, вот это разно более важно, чем набор каких-то... Поэтому основное, что еще раз напомню, локти, колени, голова не касаются. На прямые руки не падать. Обязательно выдыхать, и обязательно по возможности понижать. Это запомните. Хорошо? Хорошо. Идали дальше. Хорошо. Сейчас не очень такая приятная будет часть тренировки для одного и не приятная для другого. Задачка наша следующая. Попробуем сейчас типа три вазы, которые работают. Очень такой специфический тип удара. Суть его заключается в следующем. Нам нужно расслабить руку и нанести удар не вскользь вот так, а чтобы удар был направлен вперед. Бьется вот эта вот область. Вот как бьется уроки, только здесь ручка расслабляется напряга-пресс и бьется очень хлестко. Самое важное в этом движении хотя не сильно тяжелая рука и расслабленная хлестка. Вот, допустим, в Монтвайке очень большое внимание выделяется не только структурным ударом, при котором человек вырубил, а ситуации бывают всякие. Допустим, захватил шею, у меня нет возможности отсюда его полноценно ударить. Но всегда есть возможность на приседе атаковать тот же пан. Вы присели и нам сорвали захват, и мы вышли на дворе. Попробуем сейчас начинать движение через атаку, через отеми вазы. Под отеми вазы всегда подразумевается ударное воздействие, которое приводит либо к запиранию дыхания, либо к спазму мышечному. Часто говорят, для того, чтобы расслабить, насчет расслабить я не знаю, не уверен. Не, ну так, напряжено. Иногда расслабляется человек, иногда, но разный удар и разный эффект дает. Иногда, бород напрягается. То есть и ситуационно. Но бывает просто самое важное, чтобы он потерял контроль над телом, потерял контроль над ситуацией на долю секунды, и мы перехватываем инициативу. Это основное, с этим разобрались. Поэтому сейчас попробуем. Партнер захватывает шею, структурно бить, мне отсюда, давайте же думаем, мне отсюда, ну как бы сложновато может быть. Можно, но сложно. И вот ваша задачка теперь, приседая, понижая центр тяжести, партнеров тянет вниз, отсюда может и куча у тебя с коленочками, либо там забрать великим на захват, на удушающий, да, например. И чтобы этого всего не допустить, я иду вместе с ним вниз, но я не наклоняюсь, а приседать. И одновременно наношу удар. Очень важно, что в конце этого движения вы увеличили расстояние между вами. То есть это не просто, а вы немножечко разделяете расстояние между собой и партнерами. Ручки партнера должны слегка иметь тенденцию к вытравлению. Он вас тянет, вы не просто вставили руки, а вы, видите, да, как его здесь так получается, немножечко его от себя отстранять. В эту долю секунды уже происходит вот это действие. То есть болевые, бросковые, там, сочетание болевых и бросков. Сейчас поделаем следующие. Партнер хватает, тянет, мы поменялись точку. Поменялись точку. Можно работать все время с фронта. Но обязательно, когда идет воздействие, немножечко разворачиваться. так. Понимаете, да, структуры у вас не будет, вас ронят. Очень важно, идея вот такая. Видно? Идея заложена вот такая. Вы распорку должны вставить. Но не просто за счет борьбы, а за счет... Видите, да, какого здесь. Уже отсюда потом можно будет перейти на какой-нибудь болезненный. Хорошо? Попробуйте. Вы поняли принцип самого удара? Сейчас бить не будем. Подсели, отработали. Удар в пах первый. Можно бить солнечное сплетение в пах. Вы сами понимаете, что такой силы удар в пах, это, ну, наверное, лучше кулаком получить, чем вот так. Бедро. Да, ну, бедро, опять же, это терпимо достаточно. То есть, вы сделали атаку в пах. И отсюда сделали эмпина подъем. То есть, ручку префиксировали в уровне локтя. И очень важно, не просто стукнули, а я поднимаюсь и растягиваю. Видите, вот, за счет этого обеспечиваю уже дальнейшие свои действия. То есть, форма выглядит так. И-ч-ни. Будьте осторожны, не травмёрте поднял. Отсюда вариации дальнейшие. То есть, мы можем уже перейти попробовать на болевое воздействие. Мы можем перейти попробовать на бросочек. Мы можем выйти, попробовать сменить позицию на более выгодную, на сваливание, на затягивание, например. То есть, самое важное, самое сложное, это что? Человек вас зацепил, у него логоточки внутри. Видите? Он держит жестко. Влезть изнутри можно, но это и на вас затрата. Это сложно. Особенно, когда человек первый занял позицию, он вас тут начинает угощать со всех сторон. И вот, как только пошел захват, первая реакция, это не бороть шею, а уйти сюда. Подняться сюда. Хорошо? Хорошо. Соответственно, отсюда на дальнейшем бросок уже выйти. Попробуйте. это вообще функция полномолчания. Понимаете, да? Еще одна причина, почему полезно что сделать? Только не так. Понимаете? А вот вы как метравлический пресс опускаетесь, а тут ручка идет в удар. Так опускаемся, во-первых, ударить сильно так не получится. Не очень физиологично удобно. А во-вторых, тут вас сразу ждут подарки. поэтому подсели и чьи, поднялись ни. Тапочка, которая пошла вверх, делает обвив на ряду. Это по инерции движения получается. То есть и чьи, ни. Чем плотнее вы захватите руку, тем лучше. То есть, если вы вот так возьмете, и вот здесь будет много пространства, это вам ничего не даст. Нужно руку брать так, что даже если человеку не больно, вот ему не больно, выдергивая руку, вот это с куском мяса моего мог выдрать. То есть, прижимаете к себе максимально плотно. Вторая ручка от себя его отталкивает, для того, чтобы растянуть руку, отделить немножко от тела. Когда рука близко к телу, мышцы руки и корпуса берегут руку. А здесь я сам растягиваю и его от себя отдавливаю. Видите, за счет этого я ручку отделяю от тела. Даже если он начнет сгибать бицепсом руку, видите, вот так. Там рука моя должна не просто бороть его руку навстречу, вот сгибая, я... Это плохая и так вы не поборете. У него даже выгоднее позиция, что бицепс это его сфера, это его как бы ему удобно. Но если вы правильно зажмете ручку, ему сгибать ее некуда просто должно быть. Вот это правильно. И сил вы много не тратите. Надо брать, ребят, очень важно, немножко выше локтя вот именно локтевого сгиба. Согнемся, просто. Вот эта вот область, ну там до сантиметра понятно, не буду говорить, просто середина плечевых костей бессмысленно на трицепс давить. Он там манипулирует собственной рукой уже спокойно. Во-первых, основание вот сухожилия для трицепса скрепится. Вот, очень болезненно. Локтевой нерв вот здесь. Вот это все обрабатывается вот этой частью. То есть, я еще руку не разгибаю, смотрите, вот я его не разгибаю, но уже давлю, видите, вот на локтевой нерв, уже больно. И вторая часть морозилоскабалета вы подсаживаетесь, ну это все вместе. Вот вы когда МПУчи сделали, вы немножко повысились, когда захватываете, чтобы человеком выгоднее было, осаживаете немножко и снова хорошо? Ну, оно кажется умом вот это вверх-вниз. Дело в том, что если вы будете стоять на месте и делать армрестлинг, это, ну, как сказать, это силовая манера. Если у вас силы больше, чем у человека и вы не так устали, как он, это может пройти, но опять же, контриться это гораздо проще. Если вы пользуетесь именно техникой, то есть важно не набор движения сделать, как я показал, а понять, зачем каждый элемент нужен и что он дает. захватили шею, нет, просто шею, локти сведены у человека, понимаете? Сюда вклинится сложновато. Многие пока «ташу, тут вбил, сбил, раз, кинул». Ну, значит, у человека никогда не брали нормально, таяц тот же не брал, который коленями там выбивает дух. Он меня вниз тянет, я вместе с ним иду, только не наглоняюсь. Поднимаю с ней, осаживаю, поднимаю, третья. Желательно, чтобы я, когда поднялся, человек уже на цепочке становился, это правильно. Если вы оба поднялись, он стоит, а вы руками дожимаете, может сил не хватить. Желательно вот такой эффект, чтобы был. Оп, вы встали, а он на цепочке. Естественно, уже когда человек поднят, отсюда можно опять же просто в локте ломать руку против естественного сгиба, то есть, вот таким движением. либо когда он центр тяжки повысил, вот он уже выходил, допустим, на обрасту. Но это после того, как вы его повысили. То есть решили разновидеться. Хорошо? Хорошо. Еще раз, медленно, без комментариев, просто посмотрите. И второе. Если ручка согнулась, убывай. Это тоже залечить. Болевой там ключевой сустав. Хорошо? Только сильно не дергайте. Все, глазу, подхожу. Если ручка гнется, перехожу на кисть. Вот. Видно, да? Если ручка выпрямилась, воздействие на кисть не будет вызывать болевого ощущения сильного запястья, а ротация будет передаваться на вот эти два сустава. Человек может немножко поворачиваясь, ну как бы, избавляться от боли. Если он еще и опытный, он это еще и противопытный, у вас использует. либо уракен кинет, либо сложит ручку, вот как Илья показывает, он просто это, ну, знает уже, это вот здесь. То есть, отсюда выворачиваться несложно. Поэтому, если локоть согнут, вот таким образом, кисть работает отлично. Получается, вот здесь система заканчивает вращение. Вот здесь. Я изолирую, как бы, предплечье, и вот это вращается вокруг изолированного предплечья. Это очень больно и заставляет человека, там, понижать центр стерстики. Правильно? Если ручка выпрямилась, у нас ось, вот это вся сплошная, вращение, аж на плечо передается. В данном случае, это не так выгодно. Уже если вы в такую позицию попали, то лучше просто по прямой давить на запястье. Вот так. Тогда смысл есть. Но уже вы давите именно на носик, то есть, это получится, как мы разминались, помните? По прямой. Но опять же, это не так тотально человека контролирует. Сильные кисти, сильные запястья человек может вырваться. Вот это болевое воздействие, оно очень сильное. То есть, оно настолько сильное, что сопротивляться ему тяжело. Вот это физически привычная позиция руки. Если руки сильные, из нее можно попробовать вывернуться. Напрячься, да. Вот это афизиологичное положение для руки. Здесь напряжься вам не поможет. Да? Напрягаться тут не помогает. Вот так напряжься сложно. Вот так напряжься проще. Поэтому желательно, чтобы все-таки ручка сзебалась. Но в чем особенность взаимозаменяемости техник? В том, что если мы форму делаем, то форма гласит, нужно сделать правильно, как бы не шла ситуация. Это всегда дилемма. Как быть? Делать под ситуацию живую технику или уметь делать так, чтобы всегда прием получался? Это постоянно дилемма. Ну, инструктора с этим тоже постоянно сталкиваются. Как же все-таки правильно? И вот когда техника как-то живая, вы идете на хитзикимиасае, вот на контроле локтя, а человек начинает контрить и выворачивается, вот сгибает ручку. Правильно? То есть для него это логично, вывернуться в обратную сторону. И получается, он выворачивается, и я воздействую ему сразу же на кисть. вращение. Точно так же вы вышли, перехватили, вывели перед собой, человек начинает логоточек сгибать. И вот здесь самое простое, смотрите, вы делали вот так, правильно? Вот так. Человек сгибает локоть. Тут вообще просто, просто песня. Ручку изнутри засовываете, подбиваете логоточек, вот эту кисть вот отсюда вот так вот прихватываете. Прижимаете к себе и очень-очень медленно, вот тут почерпим, очень медленно поворачиваетесь на немое. У нас опять это сумасшедшее. Рычаг очень-очень болезненный, поэтому делать не резко. Тут воздействие не на пальцы. Пальцы просто как инструмент, рычаг, за что я беру. Сжал кулак, без разницы, может через кулак. Самое главное, чтобы ручка была садована. То есть, начало все то же. Вы вышли, оп, человек, вы говорите, спасибо, приходите еще. То есть, изнутри, садовая, видно? Очень важно держать правый кисть здесь. Если вы тут держите, не будет работать, кисти гуляют. Надо именно за кисть держать, не за предпочтение, за кисть. Вот я снял, вы когда перехватывали, давайте вот сначала, да, покажу. Вы вошли, и когда вы вот здесь брали, вы брали ближе к кисти, не здесь, правда? Вы брали ближе к кисти. Вторую ручку ниже, и когда вы разворачиваетесь, у вас эта рука оказывается вот на кисти. Хотели на локоть, человек согнул ручку, вы изнутри залезли, сделали на затмете. Очень просто, самое главное, не резко делайте. Хорошо? И обратите внимание, что моя ручка все время подбивает его локоть, и прижимает всю его руку ко мне. Тут опять же, чуть-чуть пройсты, если я вам думаю, попробуйте, вот здесь, женщину могут схватить, куда-то там прихватить, да повезти. Ну, вред так хватает. Да и по большому счету, даже если кто-то вас за руки хватает, хватает, либо, ну, как бы, человек, который слабо соображает, как бы вообще, в боевых искусствах, так тогда и не надо никого заломывать. Вы сорвали захват, и сказали, товарищ, не надо меня брать за руки. Да? То есть захватили вас, вы сорвали, и сказали, не надо, не подходи ко мне больше, все, не трогай. Ну, неожиданно там, правильно, да? Вы освободились, и так бы дали понятчику, что не надо. Это как бы несет сразу такую огромную угрозу, как эта. Ну, это понятно. Поэтому, собственно, с этим и поработаем. А сейчас возьмем обучающую снова форму. Это просто обучающая, да, вот, для начала. Варианты такие, простой вариант. Вжали пальцы, развернули запястье, и просто перехватить. Это очень распространенно. Вот. Но, если мы сделаем такой вариант, как мы с вами делали сейчас, через захват, когда освобождались. Снизу пробиваем опенкотик. И втягиваем. Помните, в первое упражнение, которое мы делали? Только теперь накрываем не сверху, а выходим снизу. Получается, что... Но тут сложность. Тут надо поработать через захват. Если здесь мы сами перехватываем, то здесь надо будет через захват поработать. Пробили, и ручкой складываете его руку, а это двигаете навстречу. Видите, вот такое движение. и то же самое. Раз, два. А это ручки тебе режут. Обычно, ну, это делается, когда, допустим, рука вооружена ножом. Атаковать вас захватили. Отсюда освободиться и атаковать сложно. Я делаю следующим образом. То есть, видите, нож направлен на человека. Без захвата это выглядело бы так, смотрите. или вот прорез захвата. То есть, вы развернули ножичек на человека. Детвора, не вздумайте делать это с ножом. Понятно? Во-первых, муляж, это видно, что это муляж. Это пластиковый муляж. Не вздумайте работать с ножом. Как добиться освобождения от захвата? Можно, как в традиционном видео показывают. Вы понимаете, что по сей день на жизни это не имеет отношения практически с другой рукой. То есть, наша задача какая? Нож захватили, руку с ножом вы порезали и освободились. Кто будет захватывать руку? Ну, на самом деле, бывают ситуации. Поверьте, когда зажму, ты не так раскорячишься и будешь пытаться как-то эту руку остановить. Поэтому, вот как бы совсем короткое решение проблем. А вот через замок, то есть, точно так же вы развернули тело. Видите, вот базовое движение. Эта ручка снизу перехватили и режем на него. Почему снизу? Я показал, что у вас рукой именно разрезали. Ручки, видите, перед собой. И теперь, поворачиваясь, режем его на запястье, получается вот абсолютно аэтичный эффект. Попробуйте. Сценивай! Думай, штаб. Думай, все,